МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире информационный выпуск ЕСЕЛЯК ПАРАД в студии Кирилл Потемкин. Касым Жумар-Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, находящейся в Казахстане с официальным визитом. Приветствуя делегацию Совета Федерации, глава государства высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в развитие и укрепление двухсторонних отношений с нашей страной, а также ее плодотворную работу на посту председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Касым Жумар-Токаев рассказал председателю Совета Федерации об осуществляемых в нашей стране политических и экономических реформах. Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. В ходе встречи Ельбасы отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Россией по всем направлениям. «Россия не только наш добрый сосед, но и стратегический партнер. Ваш визит – это не только развитие межпарламентских связей, но и укрепление межгосударственных отношений», сказал первый президент Казахстана. Валентина Матвиенко поздравила Нурсултана Назарбаева с предстоящим праздником 6 июля – Днем столицы и отмечаемым в текущем году 30-летием независимости республики. Состоялось 16-е заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На нем выступили председатели Палат Парламентов Маулена Шимбаев и Валентина Матвиенко. Во время встречи сенаторы двух стран рассмотрели ряд актуальных вопросов. На повестке дня развития приграничного сотрудничества и вопросы совершенствования работы пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу. Так, на границе насчитывается 30 пунктов пропуска. Казахстанская сторона с учетом загруженности и пропускной способности определила 27 пунктов, требующих реконструкции. Кроме того, депутаты поднимали и экологические проблемы трансграничных рек. Маулена Шимбаев подчеркнул, что от решения этих вопросов напрямую зависит благополучие граждан. Он выразил надежду на восстановление экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. С Питер-палаты Нурлан Нигматуллин обсудил вопросы укрепления сотрудничества с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, находящейся в нашей стране с официальным визитом. Отметив стратегический характер отношений между странами, Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что высокий уровень двустороннего взаимодействия достигнут благодаря совместной эффективной работе, дружбе и взаимопониманию. Ельбасы Нурсултан Назарбаев и президент России Владимира Путина. При этом с Питер-палаты акцентрировал внимание, что первостепенное значение укреплению стратегического партнерства с Москвой придает и глава государства Касым Жумартукаев. По словам председателя Совета Федерации, между странами существует многовековая дружба, взаимное признание независимости территориальной целостности двух государств. Глава государства принял премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Касым Жумартукаев положительно оценил связи Казахстана и Беларуси в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках интераграционных объединений. Президент особо отметил наличие постоянного контакта между лидерами двух государств и успешную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Глава государства выразил уверенность, что итоги двухсторонних переговоров позволят обозначить новые горизонты в дальнейших отношениях Казахстана и Беларуси. Полицейские региона определили победителя челленджа «Твой выбор-2021», направленного на борьбу с наркоманией. Всего в творческом проекте, приуроченном Международному дню борьбы с наркоманией, приняли участие более 50 североказахстанцев. Студент колледжа искусств Бердин Куаныш подготовил социальный ролик. Будущий актер в одноминутном ролике показал кадры о деградации личности наркомана. Подготовил видео с помощью смартфона и без каких-либо дополнительных технических ресурсов. Молодой человек смотрит в зеркало и не видит своего отражения. Тревоги добавляет тот факт, что вокруг него нет людей, близких. Никакого звукового сопровождения. Этим видеороликом я хотел внести лепту в борьбу с наркоманией, чтобы наша молодёжь была активной и здоровой, никогда не прикасалась к наркотикам. Победитель награждён дипломом. Также к поздравлению присоединились неправительственные организации. Представители молодёжного объединения «Молодёжный маслехат» вручили студенту сертификат на спортивные принадлежности. Челлендж объявлен в рамках мероприятия, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией. В этом году в области зарегистрировано 49 преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков. Для завершения этих уголовных правонарушений задержано 31 человек. Почти все они в возрасте до 26 лет. Было принято много участников, как из сельской местности, так и из городской местности. В наш чат поступило более 30 различных номеров. И сегодня, 26 июня, мы выбрали победителя. Мы хотим привлечь нашу молодёжь, чтобы она выбрала другую альтернативу, нежели вступить на такой не очень хороший путь, это как наркомания. Всем желаем, конечно же, нашей молодёжи быть такими же креативными, здоровыми и стремиться только к большим высотам. Всего в творческом проекте, объявленном совместно с Управлением образования, приняли участие 35 североказахстанцев. Все они являются подписчиками аккаунтов социальных сетей Управления по противодействию наркопреступности, где более 10 тысяч подписчиков. Самому маленькому участнику 5 лет. В противовес наркотикам участники продемонстрировали спортивные и музыкальные способности. Айман Кузимбаева присодействует пресс-службу областного департамента полиции. На этом наш выпуск подошёл к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...